Баня для северян – это некое место силы. Не просто баня, а комплекс для семейного оздоровительного отдыха. Здесь не только парилка, но и семейное кафе. Наше фирменное блюдо – это, конечно же, местная кухня, это олень. Олень с дикоросами местными. Веники предприниматель Марсель Садыков привозит из Башкирии. Ими же украшает интерьер. Видок какой, запах какой, да? Березовые венички. Это все? А вид панорама, да? Это, наверное, баня будет называться «Березовый рай». Блогер и актер Михаил Пшенко снимался в таких фильмах, как «28 панфиловцев», «Антикиллер-2», «В Надыме впервые». На Ямал специально прилетел, чтобы познакомиться с местной банной традицией. Я думал, что я увижу какой-то заброшенный советский город, утухающий, поскольку это север. И здесь как идет, так и идет. А я увидел расцветающий город. На данный момент в проект вложено 45 миллионов рублей. Часть средств – банный кредит. Новый термин в предпринимательской среде региона. Идея целевого займа пришла к губернатору Ямала во время традиционной поездки по округу в минувшем году. Даже хочу, честно скажу, сделать какой-то банный кредит. Чтобы в нашем бизнесе реально сделать по 3% на 15 лет. Чтобы реально предпринимателю было выгодно. Потому что точно что полетит, точно что нужно всем северянам. Прошло чуть более года. Ближайшее время в парилках расписано по дням и по часам. Формат, который сейчас получился, его бы не было, если бы не было банного кредита. То есть это дало такой толчок и уверенность, что вот надо брать здесь и сейчас. И у Дмитрия Андреевича большое спасибо ему за это. У него как раз такая же идея возникла. Помимо этого целевые суды получили два предпринимателя из Ноябрьска. Список вероятнее всего будет только пополняться. Ведь баня на Ямале – объект скорее стратегический. Андрей Романов, Виктор Тюнюков. Ремия Ямала. Надым.